А какая тема дискуссий? Ну, 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 просто диалог такой. А, прикольно. Простите, а какая тема дискуссий? Скажите, пожалуйста. Нет, тема дискуссий какая. Может, полезно будет для кого-то. С отношений между людьми, между мужчиной, женщиной и духовными исканиями себя и духовными исканиями, женщиной, которая должна быть достойна, да? Мужчине, да? Мужчине. И поэтому мне было интересно мнение монахов, которые в этом плане могут быть более... Просветлёнными. Продвинуты, да, скажем так. И имея опыт жизни до служения, такой светской, да, и имея опыт жизни духовной, имея больше практики, духовной, нежели я, допустим, как искать себе нужного человека. В себе натягу, да? И в себе, и в себе. В себе-то, понятное дело. В себе сам будешь искать. Ты должен сам от собой работать. Душа другого человека любит Достоевские путёмки. Поэтому у него нифига нет. Хотя бы чуть-чуть для открыть и понимать, твой человек или не твой. Для этого надо иметь какие-то духовные и социальные ориентиры, для того, чтобы правильный сделать выбор. Потому что, если хорошая женщина попадётся, наверное, как Сократ. Будешь счастлив, а попадётся плохая, тоже неплохо станешь голософом. Знаете, по поводу попадётся? Мы притягиваем тех людей, которые являются самыми лучшими учителями для нас в этот момент. Да. Самыми лучшими учителями, правильно. Но, значит, не всегда мы строим правильно позицию притягивания. Я, например, себе ищу девушку, которая будет хорошая, интересная, порядочная и будущая мать моего ребёнка. Попадаются прогаванные, продуманные, эмансипированные. И я уже понимаю, что это мне, наверное, действительно достаётся специально, потому что я боюсь их, и они не попадаются. Отлично. Тоже прогресс, да. Таких девочек к себе притягивать, ну тут нужно играть инструмент. Что они с ними делать? Получить урок. Мне нужно их у... Нет. Себе урок, ну понятно. Мне нужно и их учить. И их на место ставить. Мы друг друга учим. Образовывать духовную практику, плюс какие-то тренинги, которые могут помогать этих девочек ставить на место. А как людей, мужчин, как с этими девочками бороться, как их ставить на место, как их привлечь, как их наказывать. Ну, в положительном смысле этого слова. А не просто попалась, да, развела тебе. Ты как лох такой, опа, она такая пошла, да, все куда-то торговать своими накачанными. Мы дали вам этот порядок. Милость может справедливость. Вот подумайте о чем. Милость, справедливость. Я считаю, что справедливость. Человек может получить то, что он услужил, это справедливость. Милость может проявлять тот человек, который более высок по развитию. Бог может милостью быть, то есть простить, направить. Слово наказание, слово наказ. Правильно? С точки зрения религии. То есть наказание не для того, чтобы покарать. А для того, чтобы человек, получив наказ, стал лучше, исправился, улучшился. То есть все религии, которые говорят, что человек, существо, в самом начале грешное, убогое, и тут же говорят, что Бог создан по Богу и подобию, то есть получается Бог, который любит своих детей, он делает их всех сразу же убого, любовными. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Ванислав? Ванислав? Да. Ярослав. Ярослав очень приятно. Ванислав, тёска. Ванислав, смотри, Господь не создаёт ничего, мы делаем всё сами, мы выбираем всё сами. Мы имеем, Бог дал возможность права выбора. Абсолютно верно. В этом человек свободен. В этом человек свободен. Но... Поэтому у нас Господь ничего не делает, всё делаем мы. Свобода выбора. Мы делаем. Но Господь, но Господь рядом. И Он как бы наблюдает. Да? Я говорил сегодня монахам, что извещение, да, вот, Зазмогана, что Бог с нами общается через обстоятельства. Вот. Вот тебе обстоятельства Влад, на тебе ещё одну губату, на тебе ещё одну... Абсолютно верно, супер. Да, кстати, скажи. Да. Вот насколько я докру, дойдёт до меня где-то там... Для чего мне это дано? Вот когда я пойму, тогда я найду язык Бога. Отлично. А не через просто молитву там где-то у церкви бабушки стучать по лбу... С fading today... С cognitively, ну иственно... Eastern Valley, nourished pieceмей! Понимаете... Что вы там делаете? Абсолютно верно! Для чего теперь молитва? Медитация. Для чего и нужна медитация? Как вы думаете? Медитация, для того чтобы быть... Быть на едине с собой. А что такое быть с собой? Д�убить, как почувствовать, что же тебе внутри действительно нужно... К чему тебя тело тянет? А когда говорите с собой, с собой это кто, с кем? С собой, с обим собой... С внутренним яро. душой отлично поговорим когда гай пунда у это засадить ум с сердцем отлично супер я же тоже выводим логиком пока дошло к этому пониманию отлично не твоя подойти может еще испытаем давай там какие-то еще там сделаем махинации там проверим там отлично а теперь если мы будем как вы думаете если я буду пользоваться вот посылом и указаниями души это будет самое про можно сказать чтобы сам правильное решение в моей жизни есть такая теория принятия решения это менеджмент это то можно от ума на эти решения все менеджеры высшего уровня которые принимали в своей практике бизнеса решение самое оптимальное решение это решение на уровне чуки на уровне пятого для кого-то вот отличие разума отлично вот по процентам вы так вот отлично и теперь для того что не боится не подводит никогда вот теперь я хочу сказать для чего нам нужны молитва да что такое молитва если медитация это я пытаясь ум достучаться до сердца чтобы слышать отключить ум вы здесь сейчас и руководство чувствами то есть сердце вот это дает возможность медитации и молитвы и молитвы если мы молимся молитвы есть разные тоже в трех гунах страсть невежество и благость если нахожусь в страсти помолюсь и мне что-то это будет хорошо или я в невежестве а что вы все вам плохо область я пойду молиться чтобы все сгорели и благости я просто обмолюсь потому что я хочу услышать достучаться до господа чтобы здесь услышать как не принимать решение и когда я буду пользоваться руководство душевое сердце тогда все мои решения будут правильные я буду если мы не отрицаем присутствие бога и его влияние его наблюдение за нами то делаем какие-то действия а не бездействия мы таким образом мы идем с ним вместе в его пути то есть это называется божественный промысел промысел это план правильно божественный план да божественный промысел если у бога есть такой план и ты в его плане находишься вот здесь куда ты не денешься с подвода вот то есть он тебя будет вести вот так как надо те же обстоятельства будут тебе не хочешь идти по плану будет тебе тяжелая болезнь и в в большом итоге ну да извините да да прокуроризирует быстро сто процентов потому что ты ну как бы не выполняешь мне нравится понимание в этой жизни предназначен ты должен выполнить свою миссию если я выполню миссию и схем орешка выполню миссию как надо и схем орешков это будет тоже хорошо 7 миссию без орешков сделаем миссию зарежку хорошо сделаю с орешками тоже неплохо что вы возьмете по орешкам ну олешки я не мясо то есть есть орешки есть мясо то есть я не не вегетарианец я ем мясо не очень страшно но вот с точки зрения монахов нужно отказаться в мясо тогда у тебя более чистое будет сознание более числе будет смотреть на легче в ногу прийти в этом то и дело с медикой мы говорим что когда мы молим да чтобы соединить ум соединить с сердцем если я соединил ум с сердцем и я буду жить по сердцу можно сказать я тогда буду жить исполнять свое предназначение то душа знает для чего я сюда пришел ну не всегда вот как я не знаю потому что они занимались не тем чем надо они думали что они занимаются тем чем надо а на самом деле у них другое от ума они живут от ума больше живут от того что нам навязывает общество нам общество показывает стандарты европейский уровень там машину квартиру жену бога красивую там это все навязанные нам красивые картинки абсолютно и мы подвержены ему подвержены как бы копировать ну если у друга есть машина и у нее с девушками все хорошо я без машины мне не очень значит что нужно машину все же логично все правильно у меня будет девушка а так ходишь пеший пешеход не будет это идет а потому что девушки такие они не стоят в мужчинах на то что они должны ценить мужчину как мужчину они воспринимают от пришел денег которые губы можно собрать красивый заказать сигналы от 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 человеческой глупости и тупость но изначально и женское женское женскому стремлению какую-то картинку фотографироваться картинка до соска без мозгов но за послужить красивое что происходит происходит приходится бороться конкурировать с этими миллионерами которые себя чувствуют в этом в отношении мужчины состоявшиеся они чаще считывают комфортно они счастливы себя уверенно а до мужчины самое главное женщины уверенность если мужчина уверен это мужик того это боец это касался если у него этого нету том что там уже я не может?- это не нужна работа ты это не можешь себя обманываетowane с merakу быть важной уверенность за того что Civil Snow поддерживает нужная уверенность мужчине должна быть сама учаево это закладывается Все комплексы, все моменты сложные у мужчины, как ты говорил, это все из детства. Я в школе был, у меня не было денег повесить его в кафе. Комплекс? Комплекс. Порбую в кафе. Это нормально, потому что я понимаю, что это тогда у меня было, и сейчас я с этим живу. Я это понимаю, другие просто не понимают, и борются, и бьются, и стремятся. То есть, понятно, что возвращаемся к тому, что душа и ум. Если мы принимаем, просто от ума принять, что душа знает, что я должен делать. Если я буду следовать сигналам души, то я исполню свое предназначение, и у меня никогда не будет проблем. Можно так для посвятить? Да, душа, она не маленькая. Дайте дальше, супер. Теперь, для того, чтобы услышать душу, душу, ум, да, душа ум управляет, ум у нас отвечает за удовольствие. Это мне нравится, это не нравится, богатая машина, хорошая, престижная работа, красивая девушка и так далее. Ум выбирает, но сердце говорит, мне не надо это, мне не нужна эта машина, мне нужна эта работа. Но ум не слышит, потому что сердце говорит очень тихо и спокойно, ум выбирает сам. Теперь задача, исходя из этого, понимаем, что ум у нас очень неспокойный, он пользуется социумом, который ему давит, какие-то ценности навязанные, неистинные ценности, да. И если мы будем слушать, ум будет слушать душу, тогда будет все правильно, верно? Теперь отсюда истинные ценности. Но не всегда, а давайте, например, возьмем наоборот. Сейчас этот вопрос, полюбила девушку, вот, дурочек, полюбила ее, да? Вот, говорит тебе, ну что, что ты делаешь, включи мозги. Это не та, любая. А сердце, блин, говорит, нет, все стучит, колотит, душа, все рулем. Я не хочу, чтобы вы отличили разницу между... Это же духовное. Это же физическое ощущение, ощущение, что вот оно, а мозг говорит. Я занимаюсь именно вопросами. Это не то, это гормоны, гормоны, которые играют, они ум заплевают. И сердце, которое говорит, что здесь, это не то сердце, это гормоны, это вторая чакра, это вторая чакра, вторая чакра, которая у нас по дефолту есть у всех. Что-то удовольствие и продолжение руды, она есть у нас у всех. Заложено. Абсолютно верно. Метически. 100%. Программированный человек должен пробить себя. 100%. Три чакры выживания, защита и удовольствие. И это, если отказаться от этого... Мы умрем, мы умрем. Так правильно? Абсолютно верно. Значит, нельзя этому, нельзя это в себе физическое, которое плодское, как говорят монахи, подавлять. Нельзя это подавлять. Правильно. Три чакра, трансформировать, использовать. Абсолютно молодец. Три чакра, трансформировать. Потому что мы должны выживать, мы должны защищаться и мы должны получать удовольствие. Это запрограммировано от нас у всех. Это очень, кстати. У нас, если брать из этих чакр, у нас есть 7 уровней чакр. Если мы останавливаемся, если мы остановимся у нас, хороший у нас запрет, если мы останавливаемся только на трех уровнях, которые базовые, все живые организмы живут на этих трех чакрах. Поживание, защита и удовольствие. Ну или размножение, да? То мы останемся на этом уровне. Вот, мельчайшая аминь, однокледочные, все это делают. Но у нас еще есть что-то выше. После трех чакр, в этой базовой, корневой, да? У нас еще есть творчество. У нас есть бывшее. Четвертое начинается сердце. Духовность начинается сердце. Истинная любовь, вот истинная любовь, это не так иеросексуально, потому что это вторая чакра и первая. А истинная любовь, это сердечный, когда ты любишь человека. Безусловно. Безусловно. Да. Вот это сердечная любовь. Это как раз на духовном. Но может быть, ведь любовь может быть многогранна. То есть, допустим, любишь женщину физически, она тебя возбуждает, нравится и все такое. И ты готов, и ты чувствуешь, что от нее ты хочешь ребенка, и ты его делаешь с ним. И не думаешь, запрещено это в браке официальном, или ты там расписан, или ты там крещён, не крещён и так далее. Креморазм. Это, да. И тут же этого же самого человека ты понимаешь, что это твой человечек, это твоя половинка. Ты понимаешь, что она такая же чистая, искренняя к тебе, не лживая тварь, а нормальная, действительно твоя, которую ты нашел. И ты понимаешь, что в этом случае твоя сексуальная интерес к ней совершенно не мешает тебе ее любить. И вот на духовном уровне, понимаешь, это соединяет духовная, физическая любовь. Она не может быть другого. Когда сердце и инстинкт влечения совпадают, в мое понимание, это гармоничная любовь. Гармоничная женщина. Совершенно верно. Если только сердечная, не сексуальная, то это братья. Ну это просто как мать любишь. А коллеги, друзья, коллеги, гадь. Ты что любишь? Нет, это сексуальная интересная. Да, это чисто партнерская. Человеческая такая уже, как твой родственник, родственная. Если только вторая часть, а сексуальная, тогда это чисто секс. Это партнер. Только партнер, а один, ну на только сексуальную жизнь. Секс закончился, да, все, здесь уже ничего нет. Все, уже ничего не беднее. Поэтому гармония, ты какая? Натикармония во всем этом. Использовать то нижнюю энергию, это как топливо, да, скрак. Чтобы поднимать ее выше, поднять выше, 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 выше. Чтобы потом сначала полюбил сердце, потом есть с чем общаться. Потом у тебя общие цели, а потом придешь в духовности. Ну, все это хорошо, это когда мы говорим, сам понимая эту методологию, ты можешь к этому, в принципе, при помощи практик духовных, при помощи своего, там, эстетического, духовного, физического, разного развития, ты можешь к этому прийти. Но душа другого человека, как говорил Достоевский, два отемки. Поэтому ты начинаешь работать с другим человеком, который сам себя не знает. Очень тяжело его сделать под себе. Невозможно. Неблагодарно делать, кому-то что-то делать. Невозможно. Начинать надо с себя. С себя ты не знаешь. То есть я могу видеть себя, если я хочу, чтобы человек, скажем, не кушал мясо, что делать? Я сам не кушаю мясо, своим примером, занимаюсь спортом. Лучший пример – это свой пример. Я бегаю на живую зиму, купаюсь, они говорят, где купаться, это здорово, это классно. Да ты что, с ума сошел? Я замерзну, простыну. Что я сделал? Я по их петли, говорю, так, давайте так, я пробегусь со мной, я буду купаться, вы поддержьте мне вещи, чтобы они не упали, не замерзнули. Я купонулся, они видят, что мне классно, мне жарко, мне хорошо. И они попробовали, и они закопили, и они подзвели, потому что они увидели, как я делал. А когда я их пихал, говорю, давай, нет. И так выглядит все, только лишние примеры можно взять, и там не глядя. Но это уже элемент воспитания, то есть воспитание ребенка и так далее, только через собственное время. Я хочу закончить этот вопрос, чтобы я вышел. Просто хочу, видите, я вижу вас, глаза ваши, вы не просто пришли тут, это, поспорить, мы пришли в узнательную информацию, и от меня это отзывали, потому что я сам был, я был ярым атеистом до последнего года, я так спорил. Вот я говорю, что вижу, это уже есть, чего нет, что говорить. Я через ВИН пришел, я через ВИН пришел в духовность, в область. Я просто понимаю, что есть вселенная, есть какой-то высший разум. Потом другие законы, что посылают, что получают в 10 раз больше. И так, шаг за шагом, мы начали понимать, что, бездновать, что, в общем, я постепенно был ваннув, я начал, я начал изучать религию, я помню, в этих 90-х годах, я в Киеве как раз, асистантов, алтархистов, бахаистов, мормоны, кришнаиты, у кого я только не был. Я поднялся для себя, понял, что так, есть Бог, надо думать хорошо, делать хорошо, это самое важное, и это дело мне за старицем, сколько будешь делать, то я буду, ты хочешь получать. И, в общем-то, вот, что я понял, основательно, вот, в общем, говорим, за счет, там, кушать надо, там, продукты определенные, да, мы сказали, поняли, договорился, что он должен начаться слушать душу, для этого он должен быть, скажем так, образно в трезвом состоянии. Ну, если я пьяный, что он мне угодно говорит, я не слышу никогда, правильно? А когда я трезвый, тогда я могу это лучше, тогда я могу это слышать, а только для того, чтобы у меня был трезвый, я должен, в принципе, успокоиться, в этом спокойном состоянии, это нужно быть угодно благостью. И, а чтобы успокоиться, что нужно делать? Нужно медитировать, да, потом продукты, которые мы кушаем, они влияют на наше состояние, алкоголь, культуру, что они соображают, да, или перцы наелся, где печет, там, и так далее, или елся на молока, выпил много лет, хотя, о, развязывал там, но эти продукты, которые мы кушаем, они влияют на наше состояние. Если хочу быть, скажем так, ну, так, крест, как стеклышко, да, где говорят, лёгкость, что была, как спортом когда занимаешься, ты сметану поешь, тебе тяжело, а если ты фруктикой кушаешь, ты лёгкий и быстрый, ну, самое это, я вожу тело в своё состояние определённое, и оно благоприятствует моему, моей медитации, общению, ну, свежему, в этом состоянии, там, ничего не мешает, почему мы делаем это в определённое время, скажем, утром, там, за полтора часа до воскресного солнца, то самое благоприятное время, чистое время, для того, чтобы, когда не мешает твоей суше вот эта страсти, когда люди начинают гордиться у меня, на утреннем метро, бегут, там, на работу и всё такое прочее, да, когда ты успокоен, ты муж, слышишь тебя, слышишь чумы, все чисто, спокойно, понимают, и ничто тебе не мешает, способствует там, оказывать, так, что, ну, как, в которой я нахожусь, огонь, вода, воздух, верно, опять, чувствовать, они всё у нас влияют, что я слышу, что я обоняю, что я кушаю, что я чувствую, что я вижу, это всё влияет, поэтому, как поиск, тропу, где я садамся, в благотворении, невежественном, так, повторяю, я буду выходить, со мной, повторяю, повторяю, покоя здесь, сейчас, буквально, я слушаю всех девочек, тогда я никогда не ошибаюсь, вот тогда, я считаю, наша главная задача всех нас, научиться отличить им, сейчас задача любой религии, йога, особенно, здесь и сейчас, научиться быть здесь и сейчас, что, точнее, позиция, это вот быть в этом виде, вот сейчас, что я чувствую, что я желаю, быть осознанным, вот что, например, осознанность, что начинать, там, что я кушаю, правой рукой я кушаю, левой рукой кушаю, какое время я кушаю суток, или солнышко сейчас высоко, или есть огонь пищеварения, или я кушаю после захода солнца, куда я головой должен спать, с какой ноги я встаю, и так далее, и так далее, после того, я одежду одеваю, все это время, для начала, мне просто нужно быть осознанным, понять, что это имеет на меня влияние, и постепенно, как бы, чтобы, врушая принцип 5П, я говорю, последовательно, постепенно, постоянно, практикуй на позитивном, что мы не делаем, чтобы получить успех в любое деятельность, в бизнесе. А, запомнил? Последовательно? В принципе, теперь, 5П, формула 5П, это в силу не успеха, последовательно, постепенно, постоянно, практикуй на позитивном, 5П. Зайдите, зайдите, это, Ярослав Мудрый, меня зовут Ярослав Мудрый-Воронцов, в Facebook или ВКонтакте, у меня там есть информация. Сейчас добавлю. Да, Ярослав Мудрый-Воронцов, я занимаюсь и бизнесом, и, ну, я тренер по бизнесу, я свой бизнес, я в бизнесе с 80, 8-го года, да, и сейчас я уже, скажем, больше, на то, что это будет делиться именно с темой, как там, духовное направление развития, как я пришел сам. Ярослав Мудрый-Воронцов. Мудрый-Воронцов, да, только не мудрый, Мудрый-Воронцов, ага. А вот, 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 вот борода, вот, вот это еще. Добавьте, напишите по вопросу, да, что там. Хорошо. Давайте, просто скажите, что у меня есть, у меня на отюме, там, конечно, много информации, но есть человечество, семейного, величество, развитие. Как и сам развивался, как и проходил эти все этапы, спосем, вы думаете? Ну, мы хотим, я хочу заниматься именно тренингами по этому фузу. Я коуч? Я аналитикой занимаюсь, бизнес-процессом. Потому что если у вас есть компания, то... Ну, я раною в бизнесе проекта. Если есть компании, которые хотят стандартизировать, регламентировать свою деятельность, то прописывая эту схему и регламенту, я готов помочь. Я готов вам поделиться тем, что я знаю, да, что у меня есть. То есть я вижу у вас очень добрые глаза, потому что там девочке очень нравится. Потому что при человеке ищущем, это самое ценное. Когда человек ищет, потому что многие не понимают, что вы пришли там, что это вопрос задают, типа спорят, либо там... Это наоборот классно, потому что человек интересуется. Те, кто не интересуется, они не будут спрашивать, они будут... Это говорит о том, что у вас есть сила, есть настойчивость, и вы способны достичь успеха в жизни, потому что вы не боитесь спорить, задавать конфликты, если что, вопросы, потому что вы хотите задействовать, и это очень ценно, и это очень важно. Я не призваняюсь судьбами, потому что вы это делаете, что... Таким образом мы достигаем некоторых датом жизни, потому что иначе ты сидишь под лежачей камерой, куда они будут лежать. И те люди, которые боятся, которые трусят, они так по жизни тараканами бегают. А именно когда ты идешь смело, по-мужски, не боишься, неудач упал, поднялся, отыкнулся, пошел дальше, и все люди достигают успеха. И вот я вижу у вас тут большую энергию благости, страсти такой, и желание узнать. И я скажу, что таких людей, они когда достигнут истины, они потом такие проповедниками становятся. Возможно, есть такое. У вас это есть, у вас это сильно есть, потому что у вас есть серьезная харизма, то есть вы вот можете вести эту энергию. Понимаете, вот вы сейчас стоите с одной позицией, и это не нравится, я ее не поддерживаю, не страшно, но мне нравится ваша позиция, что вы ее остаиваете, да? Так же, когда все знания у вас другие, это нормально. Когда вы знания поменяете, напомните свою корзинку другими знаниями, вы сможете и другие знания нести? Ну да, все зависит от того, ну да, как бы от опыта, и от того уровня знаний, которым все как бы обладает. А когда вы еще их проживаете с вами? Потому что знаете, как у тебя же... Ну, личный опыт жизни, да. Потому что я люблю общаться с взрослыми, с старыми людьми, потому что я знаю, что они даже, может быть, не старшими, не имея, скажем так, столько такого образования, как у меня, может быть, имея более низкое, низкое уровень образования, но прожив жизнь раза в два-три больше, чем я, то, соответственно, у них жизненный опыт не богаче. Он может быть богаче, а может быть богаче, и да. И поэтому, в тот раз ехал в поезде, попался мужчина, который еще застал коммуны. Коммуны – это первая форма колхозов в Советской России. Это же, как это, да, мы привыкли, чтобы были колхозы и совхозы. А у нас еще и кооперативы были первыми. Да. Смотрите про этого, на глюточке с голубой каемочкой, который миллион-то запрятал. Ну, кооперативы так. Кооперативы же работали. То уже, как бы, была форма работы у людей. А мы говорим сейчас о том, какие были формы проживания. То есть форма колхозная, то есть когда все вместе там совхоз, совместное хозяйство, а не совхоз. А у них были еще коммуны. То есть те формы примитивные. Израиль очень хорошо это сделал, кибуция. Кибуция, которые, вот он рассказывает, как они жили, там перегородки деревянные. Я заканчиваю, я заканчиваю. Плевочка, скажите, мне просто понадобится, скажите вот тем людям, которые ищут правду, ищут истину в жизни, что бы вы им сказали? Как лучше всего искать в жизни истину, под ее добиваться? И как это вы делаете? Ну, во-первых, надо стараться делать все по справедливости. То есть быть справедливым по отношению к себе, к людям. Первое. Второе. Пытаться постоянно быть в поиске. Быть в поиске и в развитии. То есть не останавливаться и не удовлетворяться какими-то догмами, которые тебе комфортнее, и начинать в них уверовать. Почему я не люблю вот эти все драматические, потому что я руководствуюсь тем принципом, который когда-то прочитал в спортивном журнале, что не сотвори кумира не из себя и не себе. То есть если ты сделал себе кумир, у тебя кумир это Аллах, Бат, то все остальное для тебя уже что, не твое, раз. И второе, оно неправильное, потому что не такое, как у тебя, два. А то, что оно имеет право на жизнь, толерантность, то, что оно часть этого же... Если ты не мусульманин, это не значит, что ты невидующий абсолютно. Да, то есть просто... Или ты невызянин, это тоже невидующий и так далее. Имеет большое многообразие и поставить там какие-то рамки какой-то религии или какой-то...